Утро доброе. Вышла на улицу, думала у нас здесь туман, но у нас здесь горелым воняет. Вообще соседнюю улицу не видно. Что-то горит, что-то жгут. Вот видно, след прям. А я сегодня опять уезжаю в город по делам. Сейчас нам уже надоело туда кататься, но к сожалению без города никак не получается. Ёжик, ты где? Откликается ёжик. Сижу я вот на вокзале, на Хатенецком. Жду свой паровозик. У нас вот сильный-сильный туман вообще. Здесь сзади меня не видно ничего. Что хотела сказать. Хотела пожаловать на наш интернет. В общем у нас USB модем. В нем стоит сим-карта, оператор BeLight. Этот модем подключен к роутеру и таким образом раздается интернет по всему дому. Последние полтора месяца у нас идут вообще жуткие разрывы соединения. 5 минут интернет работает, потом 20 минут не работает. Постоянно в общем перезагружаю его, переключаю. Поэтому не могу ни на комментарии ответить, толком видео выложить, посмотреть что-то. Это вообще проблема. Так что не обижайтесь на меня, если я не отвечаю на ваши комментарии. Я никого не игнорирую. Просто реально очень сложно прочесть. Еще удается. Но ответить с постоянными разрывами очень сложно. Это началось у нас с середины сентября. Причем ловит у нас 4G. Почти полная антенна. Предполагаю, что такие разрывы делает сам оператор. Интернет у нас безлимитный. С абонентской платой. Платим мы где-то 600 рублей в месяц. Не знаю. Тариф менять не хочется. Сейчас нету безлимитных тарифов. Что делать, в общем, я не знаю. Почему я уверена, что это у нас оператор шалит? Потому что у Саши тоже Beeline, но другой тариф на телефоне. Тариф для своих и никаких вообще разрывов нет, не бывает. А у нас просто тариф для обычных пользователей и просто постоянные разрывы соединения, постоянные обрывы. не знаю, что делать с интернетом. Есть, конечно, варианты попробовать купить другую симку, но официально в Beeline нету безлимитных тарифов. То есть надо покупать с сайта посредника, такого как мультисимка. Но за саму сим-карту отдавать 2000 и купить кота в мешке как-то не хочется. Потому что, я не знаю, мы с этим сайтом не работали, а вдруг это обман. В общем, может быть, кто-то сталкивался с какими-то проблемами или может подсказать, на какой лучше интернет перейти. Но именно с оператором Beeline, потому что у нас 4G модем, конкретно Beeline. Покупать модем тоже не очень хочется. Они сейчас не дешевые. Отдавать 4000 за тарифы, за модем для интернета, но это для нас сейчас весьма такая серьезная сумма. Что мы привезли с города? Мы привезли опилки. И доски, брусы. В общем, все это у нас пойдет на строительство. Целую машину мы забили. Разгрузили мы газельку. Вот нам на поделки деревяшечки. Это у нас что-то типа вторсырья. Получается, это упаковывали в этом для перевозки, а потом утилизируется. Либо на сжигание, либо, как в нашем случае, нам на дальнейшие произведения, на нашу стройку. Доска разная, тут и брус разный, разной толщины. В общем, классная штука. Тут у нас вот тоже еще брусочки стоят. И это тоже все утилизировалось. Сейчас мы это все разберем. И у нас еще, это не одна партия, еще половина, наверное, стоит в сарае. В общем, теперь будем строиться.